Помимо работы старооскольские школьники развлекаются, ходят в зоопарк и кино, плавают в бассейнах, участвуют в конкурсах и соревнованиях. Причем организована в составе летних школьных лагерей. Девятилетняя Полина Головнева любит активный отдых, а особенно кататься на роликах. Уже третий год подряд один из летних месяцев она проводит в школьном лагере. Мне тут нравится, тут вкусно кормят. И меня мама отдает сюда, чтобы я веселилась и играла. Каждую смену в лагере выбирают лидера, а точнее царя. В девятнадцатой школе им стал Степан Тищенко, ученик восьмого класса. Мальчик хорошо учится, увлекается плаванием и фотографией, проводит в своей школе праздники и дискотеки. С таким царем не соскучишься. Я являюсь активным в жизни школы и мне очень нравится проводить вместе с детьми мероприятия, разные дискотеки. Очень рад, когда вижу довольные лица их. Каждое лето перед родителями встает вопрос, каким образом организовать отдых ребенка. Один из вариантов – пребывание в школьном лагере. На базе тринадцатой школы уже традиционно каждое лето организовывают пришкольный лагерь «Тридевятое царство». В июне здесь отдыхало 120 учеников тринадцатой школы, а в июле ребята сразу из пяти школ – одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, девятнадцатой и третьего лицея. Сейчас здесь находится 200 школьников в возрасте от 7 до 16 лет. Не у всех родителей есть возможность отправить своего ребенка в загородный лагерь, не у всех есть возможность отправить к бабушке, к дедушке. А такие летние площадки, которые организованы при школах, способствуют организации отдыха детей. Смена в летнем лагере длится 21 день. Стоимость путевки – чуть менее 400 рублей. Это 10% от всей суммы. Остальное доплачивается из местного бюджета. Ребята не только находятся на территории школы. Они посещают кинотеатр, зоопарк, бассейн, дендропарк, гуляют и просто весело проводят время. Они под присмотром находятся. Половина третьего расходятся домой, уже уставшие, сытые, довольные. И мое мнение – это подальше от компьютера и от телефона. Как вы видите, у нас на площадке дети. Практически никто не играет в телефоны. Это, наверное, самый большой плюс. Ирина Бойко, Алексей Грачев, Ирина Чуликова, 9 канал.